Ребята, всем-всем огромный-огромный привет! Я очень хочу передать большую благодарность Павлу Тимушеву. Спасибо тебе за то, что поддерживаешь меня и мой канал. И, конечно же, привет тебе! А также привет стоматологу с канала Столицы Мира. Привет, стоматолог! А также я хочу выразить огромную благодарность своим подписчикам за то, что вы поддерживаете меня. Пишите мне хорошие, добрые слова в комментариях, потому что, если бы не вы, я бы уже давно бросила бы все это гиблое дело, потому что каждый раз читать о себе какие-то непонятные отзывы не очень себе так приятно. Так что спасибо вам большое! Недавно всех нас ошарашила новость о том, что Яндекс покупает везет. По предварительным данным, в течение полугода сделка уже должна осуществиться. И, скорее всего, вся работа будет происходить на платформе Яндекс, точно так же, как это произошло с Убером. То есть Яндекс просто сожрал его, и теперь все заказы и вся работа идет через приложение Яндекс. Также и цены, в принципе, у нас в городе одинаковые. Но сделка еще не состоялась, потому что по этому вопросу ожидается решение ФАС. И именно о нем, и о монополии в целом я хотела бы сегодня поговорить. Яндекс, пользуясь доминирующим положением на рынке, выставляет свои условия работы. Мало того, что он пожирает своих конкурентов и не дает выбора водителям, с кем ему работать, так он еще и заставляет их ездить по выставленным им тарифам, платить непонятную, необоснованную, завышенную комиссию за свои услуги. Также непонятное распределение заказов, то есть рейтинг, активность, бренд и так далее. Водитель все это должен соблюдать для того, чтобы успешно работать и зарабатывать. Но при этом Яндекс говорит о том, что он не такси, но навязывает кучу-кучу-кучу всего. Как же так выходит? И когда вы заключаете договор с Яндексом, либо это парк за вас делает, то у вас нет выбора. Вы не можете обговорить какие-либо условия, так как вы либо заключаете договор с Яндексом и работаете с ним, либо не заключаете, скажем так, такой своеобразный ультиматум работы. Но Яндекс любит побаловаться монополием не только во внешнем рынке, он также запускает свои корни этого в его же самую систему. Например, как Яндекс предлагает купить франшизу города, где еще нету Яндекса, и стать абсолютным единственным партнером Яндекс.Такси в этом городе. То есть, соответственно, вы покупаете эту франшизу, вы вкладываете свои деньги, и все заказы проходят как бы через вас. Другие парки уже там просто так работать не смогут. То есть, они должны будут на каких-то определенных условиях договариваться именно с вами. И это вроде бы как бы хорошо, но мы все не должны забывать именно о том, то что в любой момент Яндекс сможет вас закрыть. Даже если вы купили франшизу, это же в принципе не важно. Закрыть вас просто за, опять же, нарушение договора пункта 3.4, который так толком никто и не выяснил, и не узнал, что же он означает, и за что конкретно Яндекс блокируют парки. Но дело не в этом, а в том то, что есть люди, которые ноют и плачут, а есть люди, которые что-то делают, и такие нашлись. Они написали мне, это мои подписчики. Они молодцы, ребята, скооперировались и решили отправить заявление в ФАС с нескольких регионов. И там говорится о том, что чтобы они провели проверку на факт доминирующего положения игроков на рынке такси, таких как Гет, Ситимобил и, конечно же, Яндекс, а также выявить навязывание своих услуг, пользуясь этим самым доминирующим положением. К сожалению, ответ ФАС не очень-то порадовал, так как он выявил множество игроков на рынке, и у каждого из них свои условия и способы расчета. На основании этого у таксиста есть выбор, с кем именно ему работать и под какими условиями. То есть, как бы, проблема есть, но ФАС ее не видит и считает, что ее нет. Вы видите суслика? Нет. А он есть. Но тут немножечко ситуация наоборот получается. Но есть и хорошие новости. ФАС сказала о том, что будет проводить полномасштабную проверку рынка такси, и все это совершится где-то к сентябрю этого года. Если будут выявлены нарушения, то будут, конечно же, применяться меры. Поэтому, ребята, у нас все-таки есть надежда на то, что что-то сподвинется. То есть, надо не сидеть, нужно действительно что-то делать. И я думаю, то, что собираться на какой-нибудь парковке торгового центра в 20 машин, это, как бы, ну, не очень целесообразный путь борьбы с Яндексом и с его условиями. Поэтому, если вы хотите присоединиться к ребятам, то я под видео оставлю его номер телефона. Он с радостью с вами свяжется, пообщается. А также в конце ролика я приложу вам ответ от ФАС в полном виде, для того, чтобы вы смогли сами прочитать его и ознакомиться с ним. Ребята, мы вместе, мы должны бороться. И я думаю, что у нас все получится. Только если это делать правильно. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok